Очень неприятно, очень болезненно и уже не было возможности заменить их кем-то. Это все случилось буквально накануне соревнований, поэтому только две американских пары катались после кем-то четырех континентов. Но неплохо по катанию, они успели восстановиться, да? Да, неплохо. Неплохо отказали программу. Сейчас на льду канадский дуэт. Истин Мортауэр и Дилан Москович, Канада. Очень неплохая пара, сильная. Все североамериканцы, конечно, и в этом виде фигурного катания поддавливают Европу и наши пары. Лунинг Тауэр и Дилан Москович, они выиграли произвольную программу, например, четырех континентов в этом году. У них неплохие традиции в этом виде, поэтому, конечно, все останавливается потихонечку. Музыкальная тема. Подкрутка неплохо, правильная. Это не приводит программу. Параллельный прыжок. Да, это тулуп. Есть тройное параллельное. И что, еще раз? Еще один тройное. Ну, посмотрите, как здорово, параллельно, а? Два подряд тройных тулупа. Параллельный прыжок. Параллельный прыжок. Параллельный прыжок. Параллельный прыжок. Два подряд. Продолжение следует... ...серьезные соперники. И очень неплохая скорость исполнения этой программы. Вот, смотрите, сколько оборотов держит на левой руке. Фактически 20,5 оборота сделает. Это здорово. Интересная позиция вращения. Фактически 20,5 оборота сделает. Это важный фактор. Смотрите, сначала программа не поддерживает пленную скорость. А вот здесь для ноги был выбор сальто, для ноги было касание. Но при повторе посмотрим, потому что все-таки было касание. А вот это хорошо выброс. Выброс тройной рейдбергер, как только что исполнили американские, канадские фигуристы. Еще лучшая поддержка. Опять бедро. И смотрите, какая сложная. А, смотрите, какой хвост хороший, а. И сейчас будут беговые. Да, вот это все сложности, конечно. Посмотрите, какая скорость. И сейчас будет, да, но это уже, знаете, это высший класс акробатики спортивной. Уже появилась фигурная акробатика, насколько будет, действительно. Очень сложный элемент является на льду. В либе рассмотрим синхронно. Да, да, синхронно, синхронно. Поменяли ногу. Чуть-чуть здесь нарушена синхронность. Чуть-чуть буквально. Не знаю, на часть какой-то оборот, даже не четверть. Или заметно, но, конечно, судья-то не упустит. И вот эта поддержка, конечно, здоровая. Смотрите, с выпада, да. Говорят, почему, не знаю, скатанность, а техники, пары. И вот этот вот переход, ну. Да, только одни эпичи, конечно. Ну, смотрите, как маленький триумф, можно сказать. Да, маленький триумф. Да, да, пожалуйста. На финале... Гран-при, они были с произвольной программой последними, шестыми. И там у них была сумма за произвольную 119 баллов. А вот уже на турнире 4 континентов они набрали 130-45. Это практически повторение суммы финала-дранпри Бажара Виларионова и Волосожа Транькова. Ну что, сейчас они по идее тоже наберут, но больше 130 баллов наберу. Тем более, все это сейчас, вот это невероятно триумфальное выступление происходит в Канаде. И, конечно же, судьи, будь тем четыре, но они действительно... Ну, извините, как они себя чувствуют на этой площадке, да? 20 на 40. Очень уверенность, скорость, абсолютно не содержали скорость. Извольная программа. Это все оценится судьями, оценится и скорость, и сложность поддержек, и риск. Презусловно, риск этих поддержек был. Но они справились со всеми этими компонентами. Сложность, и риск, и артистизм. А вы, Леонид, знаете, они, дорогие друзья, конкуренты... Основные конкуренты Юка Калагути и Александра Смирнова. Они отставали после короткой программы от Юки и Саши на 73 соток. Всего лишь 73 соток. И мы очень надеемся, что у наших ребят будет мощный прокат, потому что в коротке они показали действительно высший класс. Но будет очень сложно. Очень сложно. Да, да, при таком прокате будет сложно. Ну что, ребята, у нас хорошая программа. Юка и Саша, я думаю, что должны справиться, должны. Сильная программа, интересная постановка. Крис Виртс ездил с ними в основном в этом сезоне по всем турнирам. Но вот здесь, я так понимаю, наши тренеры все вместе. И футбуржская пара Крис и Виртс, Крис Виртс их тренирует. Все время вместе катались. Вот два тулупа и еще один тулуп. Параллельно абсолютно расстояние, близкое, чистые выезды. И вот это поддержка, что триумфа нет. С выпада поднять партнершу с живым причем, знаете, это очень дорогого стоит. И скорость, конечно, преимущество этой пары скорость. На протяжении всей программы. Только высокий выброс, да, Ритт Бегер? Они вместе встали в пару в 2009 году. И к этому времени они были уже состоявшимися парниками. Ну, правда, 8 лет разницы. Дилан действительно больше опыта имел. Он катался вместе со своей сестрой Кирой Московичей. Ну, а у Кирсона первый партнер был Эндрю Эннс. 130-25. Ну, чуть-чуть они не повторили свое лучшее достижение. 20. Да, но за 130 хоть чуть-чуть, но перевалили. 199 с половиной. Кирсона первый партнер был Эндрю 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 Эндрю.